Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 2 Езра 4.27. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин. 20 октября 2017 года. Иван Ж. Жарковский. Игнатий Тихонович. Здравствуйте. Я скачаю и посмотрю. Спасибо вам. Подскажите, пожалуйста, ответ на два вопроса. Первый. Когда вы говорили о детском крещении, вы упоминали, что обрезание шло в восьмидневном возрасте. Касаясь этого вопроса вскользь. Вы объясняли причину обрезания именно полового органа, а не пальца, не уха. Где об этом можно почитать? Толковал ли кто-то из святых? И разобраны ли где-то подробно у вас этот вопрос? И второе. Насчет хелиазма. Если беседа ваша есть с белорусским пятидесятником, имя не помню, там у него долгий монолог про ссылку на Евсеве, Кесарийской и Папии, Иерапольского. Почему вы ему подробно не ответили? Неужели в первых веках все были хелиастами? И если он говорит, что считает себя последователем этих святых, то почему тогда не чтит их слова о херотонии? Как отвечать сектантам на такой вопрос про святых? Ответ на первый вопрос нужен для диспута с мусульманами. Отвечаю. Бытие 17.11. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета вашего между мною и вами. Вот это никак не могут понять сектанты. Дети ничего не понимают? Ну не понимают еще из этого. Вы вывод-то какой? Даже не понимают они. Но, однако, завет, и тогда восьмидневный ребенок еще не понимал, и сейчас не понимает. Родители дают. А он вырастет, но вырастет, отступник будет. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякие младенец мужеского пола, рожденный в доме и куплен за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который нет твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоему куплен за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не о вере ни о чем не спрашивается. Должен быть не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей. Истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Ничего себе. Первое. Царств. 18.27. Еще не прошли назначенные дни, когда Давид встал и пошел. Самые люди его с ними убил, 200 человек филистимлян. И принес Давид края обрезания их, и приставил их в полном количестве царю, чтобы сделать с зятем царя. И выдал Саул за нем мелхолу дочь свою за мужество. Интересно, как эти края обрезания, какого мусульман уши обрезают у своих противников. Он спрашивает, о чем я вместо этого выбираю, и показываю, как Господь говорит. Итак, в нем, колоссин 2.11. «И обрезанный во Христе, обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребенно с ним крещение. В нем вы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Ну вот, показывает, что обрезание прообразовало крещение в крещение, нерукотворное теперь. Лиазм, ересь, осужденная церковью. Эту тему я уже много раз освещал, и потому не было нужны повторять 102-й раз. У меня есть схемы с остальным плакатом, я ему говорю о мне. Матфея 13.30. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Ну, то есть, тут никак нельзя уже говорить, что не знал. А для чего это? Ну, что вместе расти, не будет восхищения никакого раньше страшного суда. «Соберите прежде плевелы». А еретики, сектанты все, баптисты, они сначала восхищают пшеницу. Совершенно слепые. Слепые, как говорится, безумием хвалятся. Евреям 2.28. «Так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится для ощущения, не для ощущения греха, не, а для ожидающих его спасения». Во второй, в третий раз нигде не написано. А у них так явится за церковью, а потом в страшный суд. Три, пять явлений Христа. Да, то есть, Писание совсем не знают. «Лишеная благодать познания Писания». Евреям 2.14. «Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола». Дьявол скован на тысячу лет, говорится. А когда? Вот когда скован, наступила тысячелетница. А где он скован? На Голгофе. Смертью. Где Христос умер? На Голгофе. Лишил державу, имеющую державу. Как? Так он везде действует. Ну, читай внимательно. Не гляди, а считай. «Для всего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Вот такое простое место, оно и показывает, что явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Если не разрушил-то, это не Христос был. Иван Жарковский. Спасибо большое. Еще одну ссылку хотел попросить. В книге Ио говорится о том, что всякий грешен. Вы приводили две ссылки. Одну на цитату слов пророка Давида, Псалом 57. «Во грехе защит, в беззаконии родила». А на Ио найти не могу. Дело в том, что иудеи придумали отговорку, что якобы Давид был от служанки рожден. Поэтому он говорил не так, не о каждом человеке, а о себе конкретно. И мусульмане используют эту отговорку, которую взяли у иудеев. Потому что нет понятия у мусульман первородный грех. В их богословии не объясняется толково, почему Адам смертен. Отмечая относительно рождения Давида, все это бреди пьяных старух, как выразился святой Анзлатоуст. А дальше у Ио, ну у Ио тут искать не надо, но все тут на глазах. 14.4. «Кто родится чистым от нечистого?» Ни один. 1 Коринфянам 7.14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую». Но если написано, что освящается, то вопрос «как?» И жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Потому что дети были у таких крещеные, так и лютер понимал. И у протестантов первых было крещение детей, и у баптистов. Иван Жарковский. «Спасибо большое, Игнат Тихонович. Здоровья вам!» Медраж Араба говорит об испорченности людского рода после падения Адама и Евы. Кавычки. «Когда святой Бог создал свой мир, в нем не было еще ангела смерти. Но когда Адам и Ева впали в грех, весь людской род был испорчен. Когда появился Форес, через него начала осуществляться история, ибо от него надлежало произойти Мессия. И в его дни святой Бог установил, что поглощена будет смерть навеки, как написано в Исаии 25.8. Мессия в Ветхом Завете в свете аравнистических писаний. Ристос, Санта, Лос-Анта-Петербург, 1995 год, стр. 30-31. Откуда известно, что это Форес? Вообще неизвестно. Это я как-то нашел, иудеи тоже к этому приходят. 2 Петра 24. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узо мятского мрака, предал блести на суд для наказания». Матфея 12.29. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Значит, связан, или тогда это не Христос был, связан узо мятского мрака. Галина Влеска. «Мир вам, Игнатий Тихонович! Не согрешают ли те христиане достойное причастие великих тайн Христову без исповеди, примирившихся с близкими?» Отвечает. «Так и было вначале». Галина. «Благодарю, любимый и заботливый друг. Эта аз писала про свой путь с Богом». «Игорь Думщиков, Игнатий Тихонович, вы настоящий трудяга и не на словах христианин. Спаси вас, Бог, за все, что вы делаете для нас. Я верю, что и я для чего-то сгожусь Господу Богу моему и потружусь во благо. Спаси Христос вас и простите меня грешного, если высокопарно». «Вчера опять же дождь у нас тут был, дождик такой. Только наденешь одежду, заходишь, снимаешь, в другую надеваешь. И вот мы тут территорию, дрова все убирали и вчера убрали. Все, теперь можно будет увидеть. До четырех машин приготовили место еще. До этого 12 заходило, а теперь может быть 16. Устали, конечно. Настолько мне это приятно, что даже уже ложиться спать. Я говорю, давай выйдем, посмотрим ночью, как выглядит это место. Хотя и мы, и вы это место-то так заставили. Ну и вот, показать наши ресурсы. Один ресурс, второй день не могу найти. Это мой мир. Вот здесь можно писать, спрашивать, удобно так. Мой мир. И кто по книгам спрашивает, только сюда заходите. Все данные я могу сбросить тогда, карту, куда деньги переводить. Ну а теперь показать неприятность этого по палиде, маленькая кошонка у нас. Вот я поставил, наша вина говорю, 818 просмотров за 17 часов. Ну то есть около 1000 будет за день в день. Для нас это много. Это у нас православный библейский сайт. Вопрос, я тут как раз к ним подойду. Вот здесь. Сегодняшний, вчерашний. Из архива поднял будут. Ну вот, вопрос 1262, четвертый том. Открытым оком. Школьников повезли на стрельбище стрелять из автоматов. Можно ли православному христианину туда ехать? Ответ. Запрета на то, чтобы уметь стрелять, нет. Я жил почти с самых малых лет с ружьем в руках. И скажу, что умение пользоваться ружьем или автоматом никак не помешает. Конечно, никогда и нигде и никого из людей не убивать. В нашей книге Крестину православию читаю раздел. А я говорю вам, любите врагов ваших. Ну вот, по войне, кто хочет, не всем может и нравиться. Я не для нравящихся говорю. Вопрос 2148. Восьмой том, открытым оком. Меня интересует превращение христианина Юлия в отступника. Какая причина привела к этому? Может, так же и было у Ленина, так как вы его с ним сравниваете по таланту? Ответ. Исключительно талантливый человек. Думал ли он серьезно уничтожить не человека, а одного, а христианство? В конце он все же показал, что он осознавал, что борется несвидимыми противниками. Тогда зачем же он такую авантюру затеял? Это я даю ответ, стоя за кафедрой, не знаю, или по радиопрограмме. Псалом 36, 35, 36. Видели нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Кирилл Иерусалимский, 18 марта. Констанций умер в 361 году во время похода против своего двородного брата Ильяна. Провозглашенного войсками в Галлии императором, куда он сам его назначил главнокомандующим. Ильян Отступник, племянник Константина Великого, сын его брата Юлия Констанция. Родился в 331 году. В 345 году вместе с братом Галлом был сослан в Каппадокию Констанциям, где по строгим надзорам провел 6 лет. В 351 году он покинул место ссылки и провел несколько лет в Никомидии. Где увлекался изучением философии. В 355 году был назначен Констанциям начальником войск в Галлии. Здесь он умел привлечь любую войско, которое в 361 году и провозгласило его императором. Изучение философии под руководством учителя-язычника, раздоры среди христиан вследствие арианских волнений, ненависть к Констанции возбудили в Юлиане ненависть и к религии своего притеснителя – христианству. Он задался целью – восстановить язычество и уничтожить христианство. Но все его попытки потерпели полнейшую неудачу. Ильян умер в 363 году в походе против персов. В 361 году провозгласили второй, третий, но не больше трех лет. Василий, это житие 22 марта, объявляя неотступники, говорит, «Ты не помнишь наград, приготовленных рабам Христовым, не постыдился алтаря, который спас тебя от убиения. Когда тебя, восьмилетнего ребенка, искали убить, и ты был спрятан в священном месте, ты не исполнил закона, который своими устами проповедовал часто, когда был клириком». Оказалось, клириком был. «За это и Христос, царь великий, не помянет тебя в своем вещем царстве. Но и это временное царство скоро отнимет у тебя. Тело твое не сподобится погребения, когда ты извержишь душу свою в лютой болезни». Это предсказал святой о скорой смерти Юлиана, труп которого после погребения земля выбросила из недр своих. Борис, 2-го мая императора римский Флавий Клавдий, вилян отступник, царствовал с 361 по 363 год. Он отрекся от христианства, стремился восстановить язычество, был убит в битве с перцами и умер со словами «Ты победил, галилеянин». Вот четвертое житие показываю. 28 октября Кириах был епископом вируссалимским. Он прожил до царства Юлиана отступника. Последний во время похода на перцев прибыл в Иерусалим и здесь потребовал святого Кириаха на суд и принудил его принести жертву идолам. Но святой решительно принуждал. Но святой решительно отказался сделать это. Тогда император приказал отрубить ему правую руку. «Много посланий написал ты этой рукой, сказал он, и многих отклонил от почитания богов». Афанасий Александрийский, 18 января. По смерти Констанция на престол царский вступил Юлиан, который принялся уничтожать Констанции его уставы и законы и возвращал всех из изгнания. Он знал об этом Афанасий, но он опасался, как бы ариане не привлекли к своему нечестию Юлиана. Тогда еще не обнаружилось отступничество Юлиана и совершенное отречение его от Христа. Вот как Низоров. Точно так же знал, ходил, пел. Тем не менее, святой Афанасий среди глубокой ночи вышел из вышеупомянутого дома девицы, в котором скрывался, и явился посреди церкви Александрийской. Пятый. Мануил Исмаил. 17 июня. Юлиан, сын Констанция, брата Константина Великого, родился в 331 году в прожище Христовом. Сначала он в будущем был обучен христианской религии, но стал кесарем. В 355 году он открыто отторгся от христианства, за что и получил название отступника. По своим философско-религиозным убеждениям, Юлиан был эклетик, то есть он из всех религиозных учений выбирал себе все то, что ему понравилось, и было вообще согласно с его миросозерцанием. Он веровал в единого верховного бога, но отождествлял его с Митрой, или солнечным богом восточного культа. А перцы, как известно, тоже штили солнце, как свое главное божество. Тогда мучитель Юлиана, исполнившись гнева, сказал им, «Как вы, будучи людьми простыми и невежественными, не знающими даже и нашего языка, как вы осмелитесь так нагло и столь безумными речами своими хурить в нашу веру, которую исповедуем мы, люди образованные и прошедшие в совершенстве все книжные любомудрия. Знакомы мои с вашим учением, ведь вы знаете, что я изучал ваши христианские книги, но увидел, что в них одна только ложь, и нет ничего истинного. Точно же отверг их, чтобы по причине неясности написанного в них не впасть в какое-либо заблуждение. И кто из тех людей, которые верят вашим книгам и по ним поступает, кто из таких показал себя когда-либо славным и совершенным, и что сделал в своей жизни доблестного. Поэтому советую вам оставьте это детское и ложное умствование и верьте лучше тому, о чем издавна учили лучшие философы. Если же вы не пожелаете принять моего доброго вам совета, то и вопреки воле вашей послушайтесь тех мук, которым я тотчас же вас предам. По убиении персидских посланников, святых мучеников Мануила, Савела и Смаила, он отправился со своим войском в Персию. На это прелестили его бесы через своих волшебников-ложепророков, предсказавших ему победу и покорение персов. Царь же персидский, услышав об изменении своих послов, исполнился глубокой печали и великого гнева, узнав, что на него идет законоприступный Ильян, он также собрал все войско и стал на границе своего государства, ополчился на гордого своего врага. И когда оба войска сошлись, началась великая битва. Но перцы скоро превозмогли и победили римское войско, сокрушив таким образом всю силу Ильяна. Вот при этой-то битве богоотступник Ильяна и поразил гнев Божий. Нечестивый император поражен был невидимой рукою и погиб в великих муках, став под конец посмешищем для всех персов, на которых он так гордо выступил. Своей суетной надеждой на радость бесам, которым он веровал и на которых так надеялся. Христиане же, освободившись таким образом от жестокого гонения и мучения, прославили избавителя своего, Христа Бога, которому и от нас добудет с честь и слава с Отцом Святым Духом ныне и пристно и во веки веков. Аминь. Как известный Ильяна выступил в поход против персов 5 марта 363 года. Шестое житие беру Ильяна, 18 октября. Во время войны императора Ильяна, отступника с перцами, многие, верующие, зная преподобного как верного раба Божия, то есть Ильяна тоже, просили у него молитвы о низложении сего врага христиан. Преподобный 10 дней молился об освобождении словом учителя и, наконец, услышал «Нечистое и мерзкое животное пало!» окончив молитву, преподобный с радостью возвратился к братьям. На вопрос о причине их радости Ильяна отвечал, «Братья, в настоящее время есть время благодушия и радования, не счастився не стало. Восставший против Господа получил достойное поражение от преследовавшей его руки. Поэтому-то я и радуюсь, видя, что гонимые им церкви торжествуют, и отступник не получил никакой помощи от демонов, которых чтил. Не надо бороться, не надо придумывать». Артемий 20 октября «Седьмое житье беру». Он разослал по всем странам своего царства восточным и западом указ о том, чтобы те храмы, которые в царстве Константина Великого, были отняты христианами у язычников, теперь были снова отданы язычникам. Чтобы унизить христианство, нечестивый Иоанн взял из драки кости святого пророка Елисея и мощи святого Иоанна Христителя, кроме счастной его главы и правой руки, которые лежали в власти. Смешав их с костями животных и нечестивых людей, сжег их, а пепел развеял по воздуху. Артемий 20 октября Ты, Артемий, знаешь и сам, что брат мой Галл безвинно. Ведь одной зависти был умершлен Констанцием. На престол более прав имел наш род, чем род Константина, ибо отец мой Констанции родился у деда моего Констанция, от дочери Максимиана. Константин же родился от Елены, женщина простого звания. К тому же дед мой, который тогда еще не был кесарем, когда у него родился сын от Елена. А отец мой родился у него тогда, когда уже он вступил на престол. Но Константин дерзко похитил царскую власть. Сын его Констанции умертвил моего отца и братьев его убил недавно и брата моего Галла. Хотел он убить и меня, но меня спасли из его рук боги. В надежде на них я отрекся от христианства и уклонился к еленской религии. И хорошо знаю, что вера еленская, и римская, есть вера древнейшая, христианская, живилась недавно. И Константин принял ее от верши древней. Дальше читайте. А ну-ка, Володя, помоги тут читать мне. А, ты кошек понес. Добрые римские правила жизни от верши только по своему невежеству и неразумию. И боги возненавидели его как нечестивые и недостойно доверия их. Боги возненавидели и отвергли его от себя, а его нечестивое потомство истребили от среды верующих. Не правда ли, я говорю, Артемий, ты человек старый и разумный. Рассуди же. Правду ли, я говорю? Итак, признай истину и будь нашим, ибо я хочу, чтобы ты был мне другом и помощником по управлению царством. Он, слышав сие немного помедленно, святой Артемий начал так говорить. Прежде всего, относительно твоего брата, скажу тебе, царь, что я не повинен в его смерти. Да и вообще, я ни делом, ни словом никогда не сделал ему вреда. Сколько ни расследуй, ты ничего не докажешь, что я был повинен в его смерти. Я знал, что он был настоящий христианин, благочестивый и послушный закону Христову. Да ведает небо и земля и весь лик святых ангелов, и Господь мой Иисус Христос, коему я служу, что я не виновен в убийстве твоего брата и ни в чем не содействовал его убийцам. Меня и не было старем, Констанцием, в то время, когда было рассуждение о твоем брате. Все время до сего года я оставался в Египте. А на твое предложение, чтобы я отрекся от Христа моего спасителя, отвечу тебе словами трех отрахов, которые были при выходе на носоре. Даниила 3, 17. Да будет тебе царь известен, что богам твоим я не служу, и золотому истукану тебе любезного Аполлона и не поклоняюсь никогда. Ты унизил блаженного Константина и его род, назвав его врагом богов и человеком безумным. Но он был обращен ко Христу от богов ваших через особое призвание свыше. Об этом ты послушай меня, как свидетеля сего события. Когда мы шли на войну против лютого мучителя и кровожадного Максенция, около полудня явился на небе крест, сиявший ярче солнца, и на том кресте звездным были изображены латинские слова, обещавшие Константину победу. Все мы видели этот тот крест, явившийся на небе и прочитали написанное на нем. И ныне в войске есть еще много старых воинов, которые хорошо помнят то, что ясно видели своими глазами. Разузнай, если хочешь, и ты увидишь, что я говорю правду. Возвратившись со стыдом от своих жертвоприношений, Юриан возложил вину в сожжение храма Аполлонова на христиан, говоря, что его зажгли ночью именно они, и отняв у христиан святые церкви, превратил их в идерские храмы и стал делать большие притеснения христианам. Мучитель, разгневавшись, повелел каменотесом рассечь один большой камень и потом столкнуть его сверху на Артемии, который был связан и положен на каменную же плиту под этим камнем. Когда это было исполнено, все тело мученика покрыл упавший на него камень и так придавил его, что сломал ему все кости. Внутри его выпали, составы тела переломились и глазные яблоки вышли из своих мест. И какое великое чудо! Будучи сплющен между камнями, святой остался живым и призывал Бога, своего помощника. И было всем страшно смотреть на него. Перед ними был обнаженный человек, вдавленный как доска, с раздобленными костями, с выпавшими внутренностями. Лицо его было раздавлено, глаза вышли из орбит. Но жизнь все еще держалась в нем. Ноги могли двигаться и язык еще был способен ясно говорить. Сам учитель, увидав такое чудо, ужаснулся и сказал своим приближенным «Человек это или привидение? Не отвел ли глаза нам этот волшебник? Ибо перед нами зрелище страшное и выходящее за пределы природы. Кто ожидал, что он еще говорит, а теперь когда у него выпали внутренности и все суставы разбитые расслабли, он все-таки двигается, ходит и говорит. После же кончины Артемия вскоре сбылось то пророчество, которым высказал Ильяну прямо 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 в глаза относительно его смерти. Тебе предстоит скорая погибель и недолго уже до того времени, когда память о тебе погибнет с шумом. Ибо Ильяну, умертив святого Артемия, тронулся своими войсками из Антиохии и пошел на перцев. Когда дошел он до города Ктизифона, ему встретился один перс, человек старый, уважаемый и очень рассудительный. Он обещал Ильяну предать персидское царство и вызвался быть проводником в Персию, беззаконному царю и всему его войску. Но это не послужило на пользу злому кровопийцы, ибо тот перс обманул его и пока заявил, что ведет его прямой настоящей дорогой, ввел злодея в Кармоницкую пустыню, в места непроходимые, где постоянно встречались пропасти, где не было вовсе воды и никакой пищи, так что все воины истомились от голода и жажды, а кони и верблюды все пали. После всего проводник признался, что он с намерением завел римлян в такие пустые и страшные места, чтобы ослабить их силу. «Я для того съесть дело», сказал он, «чтобы не видеть отечещества своей плененой врагами, и лучше здесь мне одному, чем всему моему отечеству погибнуть от ваших рук». И точно после всего признания перст тот был рассечен воинами на части. Блуждая по пустыне, греки и римляне против своей воли столкнулись с персидским войском, и во время происшедшего здесь сражения многие Ильяновы воины пали. Возмездие божественное постигло тут и самого Ильяна, ибо он был пронзен в бок невидимой рукой свыше и невидимым оружием, которое прошло вниз живота его. Он чашкой застонал и, схватив рукой горсть крови, бросил ее в воздух и воскликнул «Ты победил, Христос! Насыться, Галиянин!» И тут извернула в муках свою злодейскую и скверную душу и погиб шумом по пророчеству святого Артемия. На сегодня все.